Что нового у тебя? Приветствую, коллеги. Ну, знаете, новая, это скорее инсайдерская информация, что следующее поколение айфонов будет уже не на лайтнинге, которое многие используют, а на USB-C. То есть это уже следующее поколение, это уже более масштабное, это более быстрое, и это не может не радовать, я так думаю. Ну, я думаю, большинство казахстанцев эта новость заинтересует, потому что, мне кажется, большинство же айфонами пользуются. У меня не айфон. Это твоя гражданская принципиальная позиция. Что ж, Диас, тебе слово. Спасибо большое, а мы начнем нашу рубрику. Инсайдеры предрекают USB-C вместо лайтнинг уже в следующей модели айфон. Информаторы приводят к нескольку причин, по которым переход на C-порт будет целесообразным. Прежде всего, преимуществом станет более высокая скорость передачи данных. Например, у большинства кабелей лайтнинг она ограничена устаревшим стандартом USB 2.0. И кроме этого, есть и юридические причины перехода айфон на USB-C. Евросоюз и США давно подталкивают производителей, чтобы те придерживались единого стандарта разъемов. Возможно, в Apple согласятся на это пойти, в том числе, чтобы избежать дальнейшего давления. Помимо всего прочего, полный отказ от лайтнинг позволил бы снизить количество электронных отходов. Например, Apple могла бы поставлять iPhone 14 без кабеля USB-C, поскольку они уже есть у многих пользователей. Но, зная компанию из Купертино, есть подозрение, что они выпустят эксклюзивный кабель USB. Отмечу, что Apple использует лайтнинг с 2012 года в смартфонах и некоторых планшетах iPad и медиаплеерах iPod. Первым его начали устанавливать в iPhone 5. Продолжим. Возможно, что пользователи вместо развернутого ответа смогут оставить смайлик, как в других соцсетях по типу Facebook или Instagram. Инсайдеры отмечают, что первоначально разработчики WhatsApp не планировали уведомлять пользователей о реакциях, но позже эту возможность начали тестировать в бета-версии приложения для iOS. А теперь очередь дошла и до Android. Оповещения о реакциях по данным источника планируют реализовать в будущем обновлении мессенджера. По-видимому, реакции станут доступны только в последних версиях WhatsApp, и пользователям устаревших версий приложения будут приходить уведомления о необходимости его обновить. Помимо этого, WhatsApp продолжает разработку полностью обновленных приложений для настольных компьютерных платформ. Скриншоты новых версий клиентов мессенджера для Windows или Mac выложили в сеть ранее на этой неделе. Ну и напоследок. Недавно наткнулся на одну интересную платформу. Называется Aspens. Как заявляют разработчики, она создана для облегчения работы крупных корпораций и бизнесменов. Ведь не секрет, что на предприятии ежесекундно выполняются десятки, а то и сотни задач. И за всеми процессами нужно как-то следить. А еще и стараться оптимизировать их. По своей сути, Aspens — это платформа, которая облегчает разработку веб, мобильных и десктопных приложений. Разрабатывать можно без кода. Платформа способна взять на себя большую часть рутинных задач. К примеру, благодаря Aspens больше не надо думать о сложном коде. Вместо этого можно формировать красивый интерфейс. А сама платформа позаботится о сборке, обработке и анализе данных, которые могут поступать с датчиков мобильных или десктопных приложений. Применение Aspens обширное. Как говорят в компании, Aspens сейчас на платформе работают порядка 25 градообразующих предприятий, а общее количество пользователей превысило 30 тысяч человек. Платформа является казахстанским продуктом и в этом году выходит на экспорт отечественных разработок в страны Ближайшего Востока и РФ. Вот такие вот новости IT-технологии. Я думаю, что буду мониторить эту ситуацию до вечера, потому что я заметила, что к вечеру, когда уже есть разъяснения, когда люди посмотрели нас на YouTube или вживую, да, живой интерактив, когда они прям сканируют QR-код, голосуют, вот в этом случае тогда уже идет перевес в какой-то из других вариантов, где есть конкретный ответ. И мне интересно твое мнение. Видишь ли ты взаимосвязь? Потому что фидбэк от наших телезрителей очень важен. Ну, Мария, если честно, я, конечно, вижу, потому что все-таки Казахстан вроде на первом месте стоит по добыче урана в мире. И если Иран, соответственно, начинает больше добывать, следовательно, мы будем больше продавать. И поэтому для экономики Казахстана это, конечно, плюс, но здесь нужно смотреть еще с точки зрения, на что будет использоваться уран, который будет использовать Иран. То есть, возможно, это и создание ядерного оружия, которое, в принципе, никому не нужно. И, естественно, многие аналитики, многие эксперты считают, что подобное увеличение добычи может привести к каким-то напряжениям в регионе. Но считаю, что для Казахстана это, конечно, плюс, огромный плюс, потому что все-таки добыча, продажа урана – это все-таки огромные деньги. Ну, ты знаешь, все-таки я склонялась к тому, что здесь есть непосредственно плюсы, потому что диалог не возобновится, соответственно, засилья иранской нефти не будет. Соответственно, наши сети, поставки, рынки не будут заселены именно ближневосточной нефтью. Так вот, мне сегодня спикеры сказали, для меня это очень достаточно такая проясняющая информация, что это, в принципе, никак не влияет и нам переживать не из-за чего. Ну, здесь я бы сказал следующее, что все равно добыча казахстанской нефти – это около, по-моему, 5%, если я не ошибаюсь, или, может, даже меньше. Но в любом случае сейчас из-за восстановления экономики, из-за новой добычи нефти и там ОПЕК-плюс договариваются между собой, то, что все равно всем, как говорится, достанется, я имею в виду нефти. И поэтому здесь переживать не стоит из-за того, что Иран якобы будет меньше добывать и для нас рынок открывается. Те, кто, скажем так, хочет покупать, они и будут покупать. И здесь для Казахстана проблем я не вижу. Спасибо большое, Диас, за твое мнение.